здравствуйте территория инструмента канал сегодня видео про две болгарки bosch 660 и метабо 650 я попытаюсь поставить точку все-таки какую из этих болгарок нужно покупать разбирать не буду несколько разборов уже снято известными блогерами все это есть в интернете выражу только свою точку зрения и скажу скажу так коротко или коротко наверное здесь уже не получится но разбирают эту разбирают эту конечно большинство мнений о том что вот метабо 650 как гораздо лучше чем bosch ска болгарка что типа металлический редуктор здесь шарикоподшипник заливка якоря бронировка якоря но на самом деле это все такая вообще фигня такая фигня потому что по большому счету это обе болгарки одинаковых и если начать выбирать с технической точки зрения под конкретной работы окажется что что они могут вот тонкий абразивный диск до 1 и 2 миллиметра смогут они им пилить да им смогут пилить и даже может быть не пилить но наверно пилить тонкая там листовой металл и подпиливать иногда профильную трубу дальше что шлифовать 125 шестым смог сможет это нет не сможет это сможет тоже мишну тоже не сможет под подшлифовать еще сможет один шовчик зачистить но если вы начнете работать и прямо реально будет работа по зачистке нагреются через 15 минут дыманут через 30 шлифовать нельзя чашку одеть можно вот ведь ну витую не витую без разницы тазелку тазелку зачистить там дверь от краски сомневаясь что либо это либо это вывезет работу баню отшлифовать тоже нет алмазную чашку одеть даже можно не мечтать пилить бетон пилить бетон сможет та или другая тоже не сможет шлифовка тоже тоже без вариантов то есть получается что вот обе эти машинки для того чтобы подрезать подрезать что-либо да то сделать какие-то или тонкий металл пилить и если уж вам будут там кто-то будет говорить что я такой шлифовальная машина работаю уже 28 лет и она у меня там и в хвост и кживу это все неправда значит либо человек не работает мало работает то есть это домашняя болгарка либо ты будешь делать операцию вместо того чтобы когда ты возьмешь там ту же самую полторашка самая там топовая у шлемка и ты сделаешь эту работу за три минуты потому что она будет пилить потому что ты ее не задавишь и она у тебя сделает рез и та же самая это металловская ты только чуть надавишь все она становится ее надо будет вести тихонечко так чтобы не спалить типа руки должны быть оттуда это раз зовется немножко это потому что болгарку нужно выбирать не по бренду bosch или метаба а болгарку нужно выбирать по мощности и для соответствующей оснастки то есть если если ну если впереди какая-то у вас работа работа и вы знаете что вы будете делать шлифовать или чистить возьмите бренд проще но мощность должна быть хотя бы киловатт так это два ну и и в третьих значит все-таки доводы да какие что здесь металлическая крышка редуктора шарикоподшипник редукторе но тоже критики не выдерживает потому что смотрите топовая у шлемка самая топовая двигатель марафон мотор муфта автоматик все здесь есть посмотрите на крышку редуктора пластиковая если откроете там будет стоять игольчатый подшипник потому что ну я конечно не там не инженер не не техник но я так понимаю что прямо зубая передача которая ставится в пазе с игольчатым подшипником это надежнее и дольше но опять же вот именно в этих машинок да и вообще на профессиональных да даже на любых болгарках сейчас редуктор ломается редко то есть самая частая поломка это гаджит или статор или якорь или статор и якорь так что вот как то так поэтому выбирать между ними какая лучше бессмысленно и все-таки для тех но есть рецепт для тех кто все-таки непременно хочет выбрать из этих двух моделей я всегда в магазине советую так оглянись назад посмотри какой у тебя инструмент если у тебя перфоратор метаба лобзик метаба шуруповерт метаба возьми метаба если у тебя шуруповерт bosch там пила дисковая bosch перфоратор bosch возьми bosch возьми тот 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 инструмент который у тебя уже в комплекте потому что там делать выбор из-за того что вот тут на какой-то там миллиметр там тут лаком залит а здесь не залит а оба якоря сгодят одинаково что с заливкой что без а если на него пустить пыльную работу для чего бронировка кабеля делается до чтобы защита была от пыли то и на пыль сгодит и бронированный и не бронированный одинаково так что вот вот вам несколько советов ну а кто-то еще кто по умеет скажет возьмите makita 750 ватт может быть будет и так и почему лучше makita потому что он сам по себе любит инструмент makita бежима кита без разницы сейчас все бренды плюс-минус когда идет один ценовой сегмент то они примерно работают одинаково нет какого-то явного преимущества у одного бренда над другим это мое личное в этом конечно моя личная точка зрения я не настаиваю но я считаю что это так все всем спасибо до свидания специально для сайта территории инструмента пока